Всем привет! Друзья, на сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о том, как работать в Google Таблице, как давать права доступа на Google Таблицу и как составить удобную таблицу для совместной работы с группой людей. Первое, что мы делаем, мы заходим в Google Диск, так как в Google Диск у нас находится сервис, который называется Google Таблица. Пишем, соответственно, название и, соответственно, переходим на Google Диск. Обратите внимание, что первая строчка была рекламой, да, сайт должен называться google.ru. Окей, открываем Диск, да, то есть для начала вам нужно будет зарегистрироваться в сервисе Google Таблицы, да, для того, чтобы самому создавать таблицы. Если как бы у вас нету Google Почты и вы хотите совместно с кем-то работать, у кого есть, да, Google Почту создавать не нужно, можно просто дать доступ по ссылке, об этом я в дальнейшем объясню. То есть после того, как мы зашли в Google Диск, мы выбираем создать и здесь выбираем создать Google Таблицу. Создать пустую Google Таблицу. Да, если использовать шаблон, в любом случае его придется переделывать, да, поэтому лучше именно самостоятельно научиться создавать таблицы и, соответственно, работать в них. После того, как мы создали Google Таблицу, у нас появляется новая таблица, ее необходимо назвать. Название Google Таблицы можно дать как из самого диска, так и сделать это в левой части нашей таблицы. То есть мы называем ее таблицей заработной платы. Отлично. После чего у нас, так же как и в Excel, есть лента инструментов, рабочая в области это, в данном случае это, есть листы. Да, и, соответственно, что мы делаем дальше? Нам необходимо сделать вставку изображения. Это будет пример таблицы. Да, я выбираю изображение поверх ячеек. То есть, если мы выберем внутри ячейки, тогда изображение у нас будет располагаться внутри ячейки или объединенных ячейок. Выбираем, соответственно, обзор. У нас есть пример. Мы берем его в нашу Google Таблицу. Отлично. После чего у нас появляется пример, да, который мы будем составлять. И здесь у нас есть примерное расставление. Это фамилия, имя, отчество, оклад и количество смен. То есть первое, что мы делаем, это мы объединяем ячейки с B3 по B5. Да, с B3 по B5. Окей. Можно делать таблицу с начала листа. Так будет еще удобнее, да, и, соответственно, проще. Далее мы выделяем по H под фамилию, да, и, соответственно, под L под начисление. После чего можно выделить всю таблицу целиком по 11-ю строку и поставить все границы. Окей. Все границы. Вот. Далее, что мы делаем? Мы продолжаем объединять ячейки. В данном случае у нас здесь объединение. Для того, чтобы передать формат в ячейки справа, мы также можем нажимать формат по образцу этой кисточкой и выделять справа. Или же взять в правом нижнем углу по указателю черной крестикой и протянуть его вправо. Получится результат тот же самый. Далее. Первую колонку можно чуть уменьшить, чтобы она визуально не отвлекала нас. Вот. И, соответственно, пишем номер ПП. Для того, чтобы сделать перенос на новую строку, используем Alt-Enter. Далее мы пишем фамилию. Для смещения ячейки вправо нажимаем Tab. После чего пишем начисление. Для закрытия ячейки вниз нажимаем Enter. Вот. Пишем фамилию, имя и отчество. Далее пишем оклад и количество смен. Опять нажимаем Alt-Enter. Не забываем. Класс. Далее нам необходимо поставить номер ПП. 1, 2. Да. И, соответственно, растянуть вниз. Давайте сделаем побольше. Сделаем. У нас будет пускай работать в районе 50 человек. Ок. Далее у нас есть объединенные ячейки фамилия, имя и так далее. Для того, чтобы быстро объединить построчно, мы можем выделить определенный диапазон ячеек и выбрать, соответственно, здесь объединить по горизонтали. Да, в таком случае у нас строки будут все объединены. Если мы выделим, объединим по вертикали, да, то столбцы имеют, да, вот такой формат объединения. В данном случае нам это не нужно, и мы можем просто отсюда взять через Ctrl-C, скопировать и вставить. Вот. Далее растянуть наше значение вниз до 50 строки. Обратите внимание, я выделил, да, нашу, получается, строку. Взял черным крестиком и растянул вниз. Ок. Далее нам нужно выбрать формат текста. Да, это Century Gothic. Выравнивание. Обратите внимание, что у нас находится по центру внизу. Выравниваем по центру внизу. Да, и, соответственно, делаем заливку. Для того, чтобы выделить несколько ячеек, которые находятся неподряд, мы можем использовать клавишу Command или Ctrl, если у вас Windows. И, соответственно, выбрать заливку оранжевую. Далее выбираем зеленую заливку. И, соответственно, после выбираем формат цвета белый. Ок. Вот, то есть у нас получилась таблица, в которой мы сейчас будем заносить данные. Фамилию мы напишем фамилия 1. И, соответственно, ее также растянем, чтобы нам просто для примера заполнять не будем. Напишем имя 1, отчество 1. Да, имя 1. Отчество 1. И, соответственно, оклад мы будем брать как случай между, допустим, 10 тысяч и 20 тысяч. Далее, количество смен у нас также будет в функции случай между. Ну, допустим, возьмем 10 и 24. И 21. Вот. Далее, выделим нашу строку, протянем опять ее вниз. То есть, указатель, черный крестик, не забываем. Так, отлично у нас все протянулось. Далее, для оклада мы можем поставить формат ячеек рублевый. Ок. И, соответственно, обратите внимание, что когда мы крутим таблицу вниз, нам неудобно просматривать шапку. Да, то есть здесь можно уже плюс-минус запутаться. Именно поэтому нам необходимо встать на третью строку. Не на третью объединенную ячейку, а именно на третью строку. Выбрать вид. Да, и, соответственно, здесь выбрать закрепить до текущей строки, до третьей строки. И теперь при прокрутке вниз наша шапка не будет смещаться, что, в принципе, очень удобно. Далее, что нам необходимо сделать? К примеру, с этой таблицей у нас будет работать человек, которому необходимо предоставить доступ на редактирование. Да, и мы можем дать доступ на редактирование полной таблицы в настройках доступа. Вот обратите внимание, сейчас у нас здесь стоит замок, и поэтому, если мы войдем, откроем новое частное окно, да, к этой таблице у нас не будет доступа. Видим. Да, то есть нужно войти, чтобы в нее попасть. Если мы зайдем в настройки доступа и откроем здесь доступ на разрешить всем, у кого есть ссылка, да, читать таблицу, это просто просмотр. Если мы выберем комментировать, это значит ставить комментарий без возможности редактирования. И, соответственно, если мы выберем редактор, человек сможет полностью редактировать таблицу и вносить в нее данные. Если вы хотите дать кому-то индивидуально, да, достаточно ввести сюда, допустим, имя пользователя, дать ему права, да, и, соответственно, отправить комментарий. И отправить сообщение, то, что права вам переданы, да, и с ними можно работать. Теперь давайте подведем итог к сегодняшнему занятию. На сегодняшнем занятии мы научились строить таблицы, научились закреплять строку, да, и, соответственно, передавать права для редактирования. Также можно сменить владельца файла, если в этом есть необходимость. Для этого мы что делаем? Мы добавляем пользователя, да, и потом здесь появится переключатель, который даст возможность сменить права на данный файл. С вами был Полянский Алексей, спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на канал, впереди будет много интересного. Всем пока! Алло, добрый день, это Алексей, удобно разговаривать? Это Алексей, вот у меня от вас два пропущенных.